И мы попросим ее показать о течении партии. Да, добрый вечер. К сожалению, я не могу сказать, что победа была заслуженная. Ну, все началось с того, что я... Сейчас мы перейдем к партии. Надо подождать. Да, что я тут все подзабыла. При том, что, естественно, повторяла это перед партией. Но все порядки ходов здесь были перепутаны мной. Наверное, здесь лучше, знаете, как здесь надо ходить. Потому что в этот момент я уже... Я поняла только ход ферзь b6. Ход ферзь c7 уже вылетел из моей головы. Нет, нет. Не помню. Ну, в сомби c5, по-моему, не самый частый. Ну, я... Но она так играла когда-то. То есть много лет назад. Но я знаю, что есть тенденция у людей после многих лет не игры какого-то варианта. Они могут возвращаться к этому варианту. И я, в принципе, рассчитывала, что это может быть. Но она, по-моему, играла ферзь b6, e3, ферзь c7. Это я видела, да. Да, ну, то есть я понимала, интересно, что e3 не надо здесь ходить. Ну, и как бы мне казалось логично, вроде, если не вынудили e3, значит, наверное, надо слон g5 пойти. Хотя, может, здесь совершенно другие идеи. Может, надо было g3 пойти. Я, если честно, совсем не знаю. Ну, слон g5 выглядит, кстати, тоже, да, разумно. Да, слон g5, a6. Ну, может быть, тут e4 надо было пойти, мне казалось. Ну, я, если честно, что-то побаивалась. Да. Ну, возможно, да, e4. Да, наверное, стоило просто пойти e4 и... Конь g4, да, там. Конь g4. Ну, нет, ну, чего можно опасаться, что у нас 4 всегда, в принципе, есть доход. Можно призраков опасаться, тут, как бы, видимо. Видимо, в этом была проблема. Ну, может быть, я думаю, что это какая-то теория, да. Да, ну, наверняка, это теория, да. Мне, собственно говоря, очень стыдно, что на восьмом ходу, по сути, в варианте, который был ожидаем, но я не помнила. Вот. Ну, я решила сыграть спокойно и получила хуже, мне кажется. Как-то здесь все было более-менее... Хуже. Ну, мне кажется, что у меня было хуже в партии, нет? Не, ну, по дебюту, может, нет? Вот тут вот, например. Не, ну, пока еще нормально, но, с другой стороны, а что мне делать? То есть мне казалось, что у черных очень простая игра, а мне как-то надо что-то придумать. Ну, да. Я не очень видела. То есть у черных рокировка, B6, слон, B7, там, ладий поставить, да, 8, C8, не знаю, где там ставят. Ну, а как-то... Ну, да, E4 как-то уже не хочется ходить, да, после E3. Я думаю, что все-таки в той позиции, наверное, E4 с какими-то конкретными идеями больше ходит. Хотя, может, и стоило. Ну, может, конь D4, там, да, слона на F3, ну, и на B6. Ну, хотя вот мы так что-то двигали, тоже не знаю, как. То есть конь D4, B6, там, слонов поменять. Ну, правда, зачем? То есть не очень понятно. Да, тут план. Ну, мне кажется, белые здесь не борются за большой перевес, скажем так. Ну, можно просто расставить ладьи, поставить по центру, да. Ну, мне казалось, что я хотя бы какие-то проблемы создам, я тут на пешку D6 навалюсь, но... Ну, не получилось, на самом деле. Да, то есть на слон G3 конь C5 будет. B4, рокеров. Ну, вот на B4 нам показалось ход какой-то, да. Вот он уже такой ответственный, не знаю, плохой там, это уже сложно сказать. Просто он очень ответственный. В партии-то он явно был, необязательный получился, да, потому что там пешка C4 всегда висела. То есть если здесь... Ну, а как, например, слон G3 конь C5, ну, то есть конь же на E4 приходит, и тогда вообще непонятно, зачем я расставилась по линии D. Нет, ну можно же там конь D4, нет, вместо этого... Вместо, да, как-то все... Ну, да, я понимаю, что рокеровка, и не знаю, я не знаю, что дальше предложить. То есть там аккуратненько там... А, F3, слон F2, да? F3, слон F2, да, B3, там, вот ежа обычно выставить. Правда, зачем тогда B1 сдваивать, это уже вопрос. Да, то есть получится, видимо, без нескольких темпов. Ну, я вот говорю, можно было вначале поставить это все, коня на D4, води по центру. То есть вот здесь, да, допустим, по конь D4 пойти. Да, ну, какой-то обычный еж, правда, может быть, действительно, и лучше там как-то было его с самого начала ставить. Может, без слон G5-то тоже. Ну, да, может быть, стоило здесь как-то остепениться. Просто вот, ну, вопрос, то есть уже после B4, там, водя C8, действительно, спешка C4, нам тоже показалось, что уже опасности были у белых только. Ну, да, мне тоже так казалось. Но, с другой стороны, вроде конкретно мне казалось, я ничего не проигрываю. Потому что здесь, если... Здесь она могла бы B5, да, в каких-то редакциях пойти, но у меня везде был ход C5 на B5. То есть в этом была идея. На слон бьет и в 3G, вроде тоже. Я думала, может быть, что-то такое. Ну, да, вот у нас что-то такое смотрелось. Я, честно говоря, думала, здесь надходы, может, очень антипозиционные. В общем, B5, я думала, как-то. Ну, потом F4 как-то поля белые все-таки. Ну, так не кажется, что черно, да, большие проблемы? Ну, вопрос. Ну, все равно, там, не знаю. Сейчас пойду F4, слон F3. Ну, то есть А5, да, конь F4, конь D7. Или там, может, еще на G6, не знаю. На G6, не знаю. Ну, на D7, да, на C5 надо его поставить, конечно, где-то. Ну, куда-то ушли, не знаю. Еще где-то что-то. Ну, не важно, куда-то. Ну, я понял, да, какая-то позиция. В принципе, черно может не обязательно отдавать белопольного слона, да, но игровая. Ну, тут мне казалось, что у меня тоже есть какие-то козыри все-таки. Безусловно. Белые поля слабые, может, там, где-то F5 будет идея, не знаю. Да, но она сыграла более спокойно. Ладья Е8. Тут уже идеи с B5 грозят, потому что на C5 можно будет побить. Ну, там, не знаю, какой-нибудь. Какой-нибудь ход-то, неважно. Ну, и D7, словно Е7, не висит. Поэтому, я так понимаю, в этом была идея. Поэтому я пошла здесь А4. Вот А4 тоже. Ну, это против B5. То есть, мне казалось, что я должна так ходить. Нам, конечно, казалось, что вот в какой-то момент вот это все движение, вот А5, когда черные пошли, так. Я изначально думала здесь пойти слон G3, но что-то мне не понравилось. Честно говоря, не помню, что. А, да, наверное, Е5, ладья Д2 и B5, да. Ну, да. Вот, поэтому мне казалось, что А4 я должна ходить. А4 профилактический ход. Это была профилактика, если так не хотела бы. Да, я подумал, что там штурм какой-то идет. Там штурм под себя, но так после B5 там вроде разваливалось совсем. Слон F8, да. Да, ну. Ну, мне кажется, рано или поздно слон G3 надо будет пойти и Е5 вынудить. То есть, честно говоря, не вижу, какая у меня здесь вообще концепция игры. Угу. Слон G3, Е5. Ну, да, вот это нам тоже казалось, что пешку можно черных на Е5 ставить, и у них так не должно быть больших проблем. Да. Взяли-взяли, конь Е1. Конь Е1. Тут вот на первый взгляд вообще казалось, что что-то не то совсем. Вот А5 еще правильно так. Во всяком случае, со стороны. Ну, за доской так же казалось. То есть, что сейчас вообще еще грозит где-то взять и D5, там, может, еще что-то. Ну, тут слон G4, я на какие-то штучки начинаю. А вот АБ тут нет? АБ, да. Ну, АБ я немножко зевнула, в том плане, что я хотела в Ферзь Б4 пойти, но там слон С6 можно просто. Ну, то есть, с идеей где-то С5. То есть, слон D7 и С5. Ну, слон С6 просто ничего нет. Может, на АБ бы... Ну, очень плохая позиция, честно говоря, мне кажется. Не знаю, может, уже пришлось бы бить на D7 и Ферзь Б4 и надеяться, что может зевнуть С5. Если не зевнуть, то плохо, наверное, дело. Ну, я думаю, что мне здесь, конечно, стоило бы 5 уже пойти, чтобы это было меньше из зол. Ну, Б5 как в партии, что-то такое. Ну, да, но я имею в виду, что это лучше, чем такие слабые пешки совсем уж уметь. Вот, но здесь я уже поняла, что надо быстренько так пойти. Ну, я не знаю, насколько вот обязательно было конь Ф6. В принципе, мне кажется, я хочу слонов поменять, поэтому так меня тут попросили. Ну, тут нам показалось, что конь вот на Ф6, потом опять на Ц5, потом опять на Ф6. Вот так вот черные нити игры-то потеряли чуть-чуть. Вот, так позиция-то, наверное, у них какая-то крепкая с конем на Ц5 особенно. Да, то есть, мне кажется, надо было просто конь Ц5 пойти, Ферзь А2 и... Наш 7, это как-то не очень. Куда-то. Ну, по крайней мере, это получится пара темпов лишних по сравнению с партией, потому что в партии черные пошли кони в 6, и потом пошли на Ц5. Не знаю, на что их потратить. Другой вопрос. На Королевском. Да, может как-то пешки там Ж6, может. Да, ну, в общем, произошел размен. Ну, у нас тоже с оценкой так не было, тут понятно, да, нам казалось, что вот здесь вот черные чуть потеряли нить игры, и вот у белых опять получше стало, как-то конь стал выходить после Е4. Да, да, вот после Е4 я так немножко обрадовалась, потому что, ну, как-то у меня слон заиграл, так-то стоит вообще и слон плохой, и конь плохой, то есть, мне, видимо, надо будет два темпа, чтобы Ф3, Е4 выставить, но на Ф3 там уже Е4 черные уже, наверное, сильнее будет, если там пойдут, вот, поэтому мне кажется, что Е4 это такая, ответственная игра, да, ладья Д5, ладья Е6, и здесь я сделаю ужасный ход H4, ну, в принципе, с идеей H5, но после конь Д7, да, мне как бы... Ну, вот мы, да, думали, что все-таки H3 есть такой ход с H4. ну, естественно, H3 это, да, H4 ужасный ход. Ну, уже мы поняли, что, в принципе, пешка всегда идет в турнире в этом на два поля, удлиненная такая форточка. да, я как-то сегодня у меня все пешки шли на два вперед. Ну, в принципе, там она была в итоге спровоцировала, эта пешка там, зевок фигуры, да, насколько я понимаю. Ну, кстати, видимо, вот единственный момент, когда я не пошла пешкой на два поля, это вот момент Е4, это была ошибка, а все остальное, видимо, было... Если уж надо доставить, то все, да, было пешки? То есть, мне кажется, как-то крепенько стою. Да, и здесь, если честно, я подзевнула уже так немножко цепно. Ход ферзь Б2, да, мы тут не помнили. Да, но я подзевнула, но дело в том, что мне надо какой-то ход сделать. Конь А1 вот тут считали. Да, это изначально была моя идея, но я не могла досчитать. Д5, конь Б3, ферзь А3, то есть и на ферзь Б1, ферзь А4. Изначально я конь С2 и ходила с идеей этого маневра. Ну, а если Эншпиль, то, ну, наверное, надо было уже сюда идти, не знаю. Вот Эншпиль, да. Ну, как-то хода следующего мне не очень понятно, какой будет. Не знаю, там, допустим, С1 Б4 пока пошли. Связка, просто? Ну, можно как бы владеться один, да, и... Но, если честно, я еще побаивалась, что в Эншпиле где-то, ну, не знаю, H5, например, пошли. Что где-то вот этот, вот мой ход H4, H4 скажется. Ну, может, слон F4, правда, может. А тут же можно D5 съесть, нет? А, да, извиняюсь. Тогда вот в этот момент H5. Ну, может, слон F4 пока, нет. Нет, ну, с другой стороны, у белых так, ну, все защищено, там, во всех Эншпилях на C7 заходим слоном. Ну, я признаюсь честно, я просто подзевнула то, что после хода Ферзь B2 D5 становится возможным. И, да, ну, здесь, конечно. Да, вот здесь мы отключились, тут, да, комментировала, да, Катерина Вагна в своей партии, мы уже дальше не видели, и потом уже увидели без фигуры. Очень интересно, что нам казалось, конечно, что-то у белых тут хуже уже, возможно. Ну, может быть и хуже, но с другой стороны, как-то вроде по ходам держалась, мне так казалось. связка избавлений есть, понятно. Да, 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 ладья Д1, но энджпель, наверное, нормальный должен быть, по крайней мере. Но мне кажется, она правильно пошла, и вот здесь слон Е7, слон Ф6, может, немножко медленно, может, как-то же 6 надо было пойти. Ну, если честно, я не вижу, какие у меня тут идеи. Сразу в чем разница, не скажешь, да, слон Ф6 и С6. То есть, видимо, там как-то дальше, да, это нужно именно было. Слон С же 7, ну, Сэв 6, подальше. как бы концепция такова, что, сейчас, секунду, после слон Е7, ферзь Б3, как было в партии. Что-то мы здесь смотрели. и там тоже ферзь Б3, да? Ну, да, может быть, тоже. Но, с другой стороны, если вот сейчас черные не делают хода, то, а, да, вот в чем разница. А, хотя нет, здесь тоже можно слону Ф6, допустим. Ну, и ферзь С4 дальше, может быть, если ладья Д7. То есть ладья Д6. В партии, да? Нет, так не было. Нет, она Ферзь H5 пошла. Тут ладья Д6, может быть. Надо. где-то Ферзь на С4, да, может сюда пойти. там все пешки меняем. Такой неплохой, в принципе, на С3. Да, по ощущениям, вот в этой позиции у черных должен быть перевес. Но конкретно, мне казалось, что держится. Ну, там даже вот Ферзь С4 изменялись на Б6, на А4, да, съели. В этой позиции? Да. Ну, тут мне кажется, должно быть хорошо, нет? Там ладья С6, как-то пешечка побежит тоже. То есть моя не побежит, да? Ну, моя точно побежит. Ну, с лоной Ж3 ее, да, хорошо там контролируют. Ну, а как она побежит ладья БТ4? Я просто ладья... А, очень непонятно, какая она. Я ладья А2, ладья Б2, вот А4, А3. У меня вот такие идеи. Может, конь Д4 пока? Нет? Ну, два раза взял его, да? Да. Ну, там, нет, я понимаю, что здесь, мне кажется, что не так все уж прям просто там вплоть до, вплоть до ладья Ф6, Б6, да, там надо считать, там пешку как держать. Ну, ладно. Слон на Ж3 как-то ее там поддерживает. Ну, хорошо, мы можем там продолжить, да, то есть... но она пошла в Ферзь Х5, в принципе, тоже с логичной идеей. Ладья Д7, ну, и тут я ожидала, что будет конь Е2, король Ф1, ну, и такая позиция. Не знаю, выглядит не очень, но с другой стороны вроде крепенько стоим. Ну, ладья на Ф2 где-то там, да. Ну, да, какие-то идеи у меня появились, может, не так все плохо здесь. Ну, может, Ферзь Ф5, чтобы ладья на Ф2 не пошла. куда-то... С лона Ф6 вводится 3, да, то есть... С лона Ф6 вводится 3, вместо этого, да, тоже этап дом, вот. Может, конь D4, можно? С один, запускаем, да? это уже... Не-не-не-не-не-не, лучше не запускать. Ну, наверное, должно быть хорошо у черного объекта, но с такой структурой, да, не может быть ничего хорошего. Да, но она пошла с лона Ф6, и после Солнца Ф7 я уже тут, ну, учитывая, что ей надо было делать сороковый ход примерно на минуте, то есть, по крайней мере, пешка висит, так как-то приятно. Ну да, на зевного это. Да. Ну и, видимо, последовал зевок, потому что... Хотя я не знаю, вообще, как я следовала уже здесь играть. Но все-таки коня не стоит отдавать? Не, ну коня, естественно, не надо отдавать. То есть, зевок, но можно же как-то... Нет, это был зевнут. А в воде Е6, да, там есть... Есть такая защита? Конь Е2, король Ф1, значит? Да. А, он сюда мог зайти. Там Ферзь Д5 есть у нас сюда. То есть, ничего страшного, да, на Ф7, наверное, что... Скороль Ж1, Конь Д3. Вместо Конь Д3, да? Диафлаж. Ну, как-то опасно, да, все это до сих пор. Да, вообще непонятно, что Ладьян на Д7, Ферзь на Д7 делать. Конь Д3, да? А что по пешкам? По копорам, да? Нет, ну, наверное, в принципе, у черных позиция нормальная, да, то есть... Ну, да, Ладьян на Д2 не играет. Ну, мы отметим, что здесь была цейтнотная борьба, какая-то там меньше минуты, времени оставалось, да? Да. А я извиняюсь, Слон Б6, это что-то сразу, да, там делок? Посчитайте. А, Конь Е5, да. Нет, Слон Е5 же 3, думала, и Слон Д4 может. Да, да, Слон Д4. Рисунок еще непростой такой. Ну, да, ну, конечно, подставлять не надо было. Мне кажется, черным даже попроще может играть, ну, цветнуть, если оно здесь. Ну, да, дальше уже тут. Ну, да, здесь последовал зимок фигуры, и вот это вот мы уже увидели с 40-го хода. Видимо, надо было только мат не зимнуть. Как-то уже с фигурой все-таки проще задача. Там еще, ну, посмотрим последний ход, да. А, тут ферзь F7, видимо, да, на взятие на C7. Да. Да, здесь черные сдались. Ну, что ж, мы поздравляем с победой. Спасибо. Вот такая непростая, да, получилась. Ну, трудовая, трудовая победа. Вот, успехов в последних партиях. Спасибо.